МИХАИЛ ДИКТОВАННЫЙ Я тоже рос обычным ребенком, хулиганистым, плохо себя вел. Также учился в технику, поступил в институт, но в результате несчастного случая стал инвалидом. Вы, наверное, уже знаете, что есть у нас в стране про олимпийцы. Видели в новостях? Знаете уже? Есть люди на колясках выступают на соревнованиях, у кого нету ручек, у кого нету ножек. У меня такая инвалидность. Но когда стал развиваться по олимпийским спорту в нашей стране, это произошло где-то лет 15, когда стал уже активно развиваться, мне предложили попробовать себя в спорту. На уроках доброты дети всегда интересуются, что случилось с их гостем. И каждый раз Михаил отвечает так. Не слушался маму, стал инвалидом. Стал слушаться маму, стал чемпионом. Он не очень любит вспоминать то время и вдаваться в подробности. Главное, что он хочет донести до ребят. Никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Всеклассники задавали Михаилу вопросы. Их было так много, что казалось, не хватит даже двух уроков. Как признавались сами дети, такие встречи дают невероятную мотивацию и многому их учат. Сегодня с нами познакомился один инвалид, который стал чемпионом мира и чемпионом России без одной руки. А на другой руке у него всего лишь три пальца. Это дает многим мотивацию. Многие хотят также занять такие же места. И смотря на него, они добиваются многого. Директор первой Заменегородской школы Наталья Шарина считает, что уроки доброты в образовательных учреждениях нужно организовывать как можно чаще. Поскольку детям интересно узнать о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята, конечно, впервые встречаются с таким замечательным человеком. У них масса вопросов, глаза горят. Все очень интересно им. Хочу сказать, что я считаю очень важным проведение таких мероприятий, поскольку главная мысль, которая возникает от этой встречи, что в жизни нет ничего невозможного. Главное бороться и добиваться. Михаил Диктован и является региональным куратором проекта «Единая страна. Доступная среда». Такие уроки спортсмен проводит не только в школах, но и в вузах и даже детских садах. Он считает, что эти встречи никого не оставляют равнодушными и способствуют формированию в нашем обществе толерантного отношения к особенным людям.